Мой сосед сидел и ковырял вилкой в стакане с компотом. Зачем? Ну, это ж Толик. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить историю одного неудачника. И сегодня у нас, уже получается по счёту, третья концовка Виолы. Возвращение к истокам. Ну и не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео не забыть подписаться на мою телегу и вступить в мой Дискорд. Ссылки в описании под видео. Погнали! И будем ничего не делать. Но что я мог против него? Да и честно признаюсь, я не был сторонником решать споры кулаками. Что за пигня? А лучше тебе не вставать на моём пути! Да ладно, блядь, чё у меня пульт? О, заработал. Процедил пианур, намекая на то, что если я не уйду, то первым он вломит меня. Не так быстро, поехавший ты урод! Но атаковать пианур так и не успел, поскольку спрыгнувшая со сцены Алиса быстро сократила расстояние до нас. Какого? Получай! Крикнула девушка, в её глазах сверкнули бешеные искры. Схватив гитару за гриф, Двачевская обрушила музыкальный инструмент на голову пианура. Гитара этого, конечно, не пережила, но и пианур от такого не выстоял. Будущая версия меня рухнула на землю и больше не шевелилась. Ну ты даёшь! Только и смог выдавить я, глядя на растянувшегося у наших ног пианура. Ольга Дмитриевна, в конец растерявшаяся, выглянула из-за моего плеча. Увидев, что стало с пиануром, она пришла в ужас. Двачевская, нельзя было как-то поаккуратнее? Я вас спасла, а вы меня отчитываете? Может, мне ещё рубашку заправить? Вожатая медленно кивнула. Она нагнулась и нащупала пульс пианура, который был подозрительно неподвижный. После чего с облегчением вздохнула. Живой, но ему всё равно срочно потребуется медицинская помощь. Пожалуйста, сбегай за мальчиками, нужно будет перетащить его к виоле. Алиса кивнула и, бросив сломанную гитару, поспешила покинуть нас. Ты не дал ему ударить Ольгу Дмитриевну, Семён, ты молодец! Спасибо, что вмешался! Я благодарно кивнул в ответ. Всё же какой-то толк от меня был. Хотя у меня и не хватило решимости пойти против пианура до самого конца. Алиса крутая, она его как гитарой огрела. Щепки во все стороны летели. Воскликнула Василиса. Она, как и я, была впечатлена тем, как Двачевская разобралась со злодеем и всех спасла. Да, гитару жалко, конечно. Впрочем, гитара, которая лесоударила пианура, была обычной, а не электронной. До своего эффектного появления Двачевская успела положить инструмент, на котором играла, и вооружиться акустической гитарой. К счастью, в лагере таких было несколько. Я был уверен в этом, поскольку видел их в здании музыкального кружка у Мику. Я подумал, как продолжить разговор. Может быть, сейчас мне представился неплохой шанс спросить у Люси, можно мотать. Попасть под руку Двачевской дело опасное. Физические повреждения на самом деле не так серьёзны. Меня больше беспокоило его психическое состояние. Иии... Тут уже ничего не исправить. Пошли нахер. Я посмотрел на Толика, который хлопал глазами и ничего не понимал. Дружеще, ты дебил. Пожалуй, она слишком хороша для тебя. Значит, по-твоему, она лучше меня? Процедила Лена. От её голоса и выражения лица у меня по спине пробежали мурашки. Похоже, девушка была уверена, что моя затея сработает И поражение она восприняла слишком близко к сердцу Ну почему я был таким убедительным? От пионерки с таким обезумевш... Безумным блеском в глазах я ожидал чё угодно Она могла сейчас вот взять и затолкать Толику Булку в глотку И наблюдать, как он задыхается бешено хохоча Но Лена глубоко вздохнула и взяла себя в руки Гнев прошёл, и она с грустью посмотрела на Толика Который так и не делал, и не дал ей положительного ответа на вопрос Ну и иди тогда со своей иллюзией Прошептала она и ушла Эх, Толя, она тебя просто на дискотеку пригласить хотела На дискотеку? Меня? Не смешай, кому я могу быть нужен? Переубеждать его я не стал Поскольку мне стало понятно, что Лена и Толяны правда не созданы друг для друга Впрочем, по-другому и быть не могло Это же я был автором этой отнюдь не гениальной идеи Мы молча закончили трапезу и вместе с остальными пионерами двинулись к сцене Где скоро должен был начаться концерт Счастью, ни Лена, ни Люси, ни Василиса среди них уже не было Я заметил одинокого Толика, рядом с которым было свободно Мой сосед сидел и ковырял вилкой в стакане с компотом Зачем? Ну, это ж Толик Толян, как оно? Поинтересовался я, подходя и подсаживаясь к товарищу Никак, жизнь боль Когда мозгов в ноль Я заметил, что Толян зеркает то в одну, то в другую сторону То в одну сторону, туда, где сидели Люси и Василиса То в другую, где вместе с Мику разместилась Лена Какой же я дурак! Так ни с кем из девочки не подружился, а вы с Пиануром тоже меня бросили! Я почувствовал себя виноватым Толик в этот день нуждался в моей поддержке Мало того, что я не помог другу наладить личную жизнь Так еще и кинул его в самый трудный период А сам наслаждался обществом Виолы Но все-таки я должен был как-то оправдаться в его глазах Поэтому решил придерживаться заранее придуманной версии вчерашней ночи Не бросали мы тебя, Тета Извини, что я дома не ночевал Мне резко поплохело и пришлось в медпункте всю ночь с Тазиком обниматься У тебя хотя бы Тазик был Я вздохнул с облегчением Кажется, друг мне поверил А меня Алиса и Ульянов к кровати скотчем примотали Точно! Это же была королевская ночь Как хорошо, что никто не решился подшутить над Виолой Иначе мое алюби с Тазиком было бы уже не валидным Да, соболезную Да ладно тебе, дружище Скоро все все равно разъедутся Потерпи немного Вскоре с завтраком было покончено К нашему столику подошла Ольга Дмитриевна Пионеры, доброе утро Завтракаете дружным коллективом? Молодцы! Семен, я виделась с Виолой Она рассказала мне, что тебе стало нехорошо Обидно, что ты на дискотеку не попал Что же касается и тебя, Толик? Ты опять где-то заблудился? Нет, мне просто хотелось побыть в одиночестве Ольга сочувственно вздохнула Похоже, она тоже заметила, каким унылом стал мой сосед под конец смены Но не могла придумать, как решить эту проблему Да и было уже как-то поздно Кстати, надеюсь, вы уже собрали вещи? Автобус в этот раз приедет раньше Ольга Дмитриевна, у нас особо нет вещей Точно, ну хорошо В общем, подтягивайтесь на прощальную линейку Сбор будет, как всегда, на площади После того, как Ольга Дмитриевна ушла Мы быстро убрали за собой Я понял, что сейчас мой последний шанс Навестить Виолопот Поэтому я решил не идти домой И оставить Толина В гордом одиночестве, забыв про чувство вины Толян я еще немного прогуляюсь перед линейкой Ты это не заблудись нигде А то автобус без тебя уедет Вряд ли, конечно, автобус бы уехал без пионера Учитывая, что Ольга Дмитриевна обязательно пересчитает нас Пересчитает нас на линейке Но мой сосед меня услышал и ответил мне коротким кивком Толян, наверное, с ним я общался больше всего Да, он был до жути странным, но с ним было весело Пожалуй, Толик стал первым в моей жизни человеком Которого я могу с уверенностью назвать лучшим другом Жалко только, что из меня самого друг был паршивый И я таки не смог помочь ему в результате Чего под конец смены пионер совсем зачах Лена Тихая и скромная девушка Прекрасная собой И явно не подходящая Толику Надеюсь, она когда-нибудь найдет свое счастье Мику веселая, общительная и талантливая Думаю, запишусь я в музыкальный кружок Запишись я в музыкальный кружок То она смогла бы помочь мне Восстановить утраченные навыки И выучить много нового Так уж вышло, что последними пришлось заходить мне и Толику Чего-то он был не весел Даже с учетом скорого возвращения домой Семен, я кажется в говно наступил Меня в автобус не пустят Он продемонстрировал мне подошву И я согласился, что оставлять все в таком виде нельзя Пустить-то только пустят Но тогда провоняет весь салон А ну как так, дружище? Ладно, подожди Сейчас что-нибудь придумаем Я похлопал себя по карманам и вспомнил Что иногда брал с завтрака, ужина и обеда салфетки Хранились они у меня в нагрудном кармане Вытащив несколько, я протянул их к другу и тот стал оттирать ботинок Побыстрее, ребята, все только вас и ждут Я потропил таляна и мы вошли в салон После чего заняли свободные места В самом конце Двери закрылись И автобус медленно тронулся в путь Я увидел, как ворота С надписью «Совенок» остаются позади Вскоре знакомое место сменилось С чередующимися между собой лесами и полями Я улыбнулся, вспоминая самые яркие моменты Своего пребывания в лагере Все-таки эта неделя коренным образом изменила мою жизнь И по большей части это все было благодаря Виоле С которой я обязательно свяжусь по адресу Записанному у меня на бумажке в нагрудном кармане Бумажка! Я с ужасом схватился за нагрудный карман Обнаружив, что он совершенно пуст Видимо, с салфетками я отдал Толику И листик с контактными данными Моей ненаглядной медсестры От осознания того, какая участь постигла Эту драгоценную бумажку, я побледнел Но уехали уже довольно далеко И никто не станет разворачивать из-за меня автобус А бумажку-то, наверное, уже и ветром сдуло Зато унылый Толик внезапно повеселел О, знаешь, Семен, пианур был прав К черту этих баб Ага Скрипнул я зубами, едва сдерживаясь От желания задушить пионера его же галстуком Чё-то какой-то бледный Тебе снова нехорошо? Сходи с заблевательным пакетом Нахуй лучше сходи Буркнул я, не выдержав Толик резко переменился в лица На глазах его выступили слезы Семен, что случилось? Я же... Закрой своё ебало! Жестко процедил я И Толик встал со своего места и ушёл Оставив меня одного Мне уже было плевать Собирается ли он просто пересесть Или нажаловаться на меня, Ольги Дмитриевне? Было плевать на всё И от пережитой мной потери Силы резко покинули меня Я сам не заметил, как закрыл глаза и заснул История одного неудачника Эпилог Я резко открыл глаза Всем телом ощутив, что падаю Что-то подсказывало мне, что полёт мой будет недолгим Так и случилось Я упал со скамейки в грязный снег И уши вся коленка И чувствуя, как эта боль Приводит меня в чувство И заставляет осознать, что на самом деле произошло Я был не в салоне Икаруса с пионерами А в своём родном городе На автобусной остановке Где умудрился неведомым образом заснуть И в итоге свалился со скамейки В нос ударил неприятный запах И я обратил внимание на единственного Присутствующего здесь человека Склонившегося надо мной Это был бородатый бомж в шапке И без куртки Внешность у него была не самая приятная Да и к тому же он был грязен настолько Что я мигом понял, от кого-то крозит Словки пидарахнулся А я думал, будить тебя или нет Где? Чё происходит? Не умеют нынче молодёжь бухать Вот в моё-то время Да не бухал я Он протянул мне руку, что было очень мило Со стороны бездомного Но я поднялся своими силами И отряхнувшись посмотрел на него Меня кажется сбил автобус Сбил бы, тогда бы ты тут не стоял Не, я всё видел Ты перешёл дорогу и сел, закурил, а потом закемарил А это моё место, между прочим Странно, насколько я помню, всё было по-другому Или это тоже было честью моего сна? Да, мой пришедший в себя разум уже догадался Что путешествие в пионерлагерь было невзаправду Выходит, всё это было длинным и ужасно реалистичным сном? Похоже, я сам уже ответил на свой вопрос Мне стало обидно Ведь в тёплом советском лете С симпатичными пионерками и моей Виолой Мне нравилось куда больше, чем здесь Виола, ты была просто сном? Выдавил я, не сразу вспомнив, что бомж ещё здесь Выглянешь паршиво, парень Иди помойся и выспись как следует Покуда у тебя есть хата А то будешь похож на меня Да, хорошая идея Спасибо за совет Может и меня пустишь погреться? Я с сомнением посмотрел на своего собеседника И отрицательно мотнул головой Ну, мелочишки подсыпешь? Не, хотя я полез в карман И вытащив оттуда несколько монет Сунул их ему Бомж пересчитал мой не слишком щедрый подарок И удовлетворившись им, почесал жопу Ну, и на том спасибо Кстати, меня Юлием кличет А тебя как звать? Семён Ну, бывай, Семён Пойду, шальводяры, хлопну А то белочку кормить нечем Я проводил его задумчивым взглядом Вспоминая, что я и так знаю его имя Обратившись в гибрид бомжа с котом в моём сне Юлий предлагал мне пойти с ним Но как я успел только что убедиться Ни хвоста, ни кошачьих ушей у него не было И бомж был самым обычным бездомным Я двинулся домой сквозь метель Было непривычно холодно Видев моём сне, в котором я прожил целую неделю Царело жаркое лето Воспоминания о нём были ещё свежо в памяти Но суровая действительность заставила меня прервать размышления И ускориться, чтобы окончательно не замёрзнуть Вернувшись домой, я разделся Сходил в душ и выпив горячего чая Лёг в кровать Хоть я и провалялся на той скамейке И неизвестно сколько, я чувствовал себя опустошённым Из меня будто вытекли все силы Впрочем, скорее это касалось желания жить Перед тем как заснуть, я ещё несколько раз прокрутил в голове Все воспоминания о совёнке Затем усталость взяла надо мной верх И я погрузился в объятия морфея Весь следующий день я пытался разобраться в случившемся Я прочёл много статей о сновидениях, психах, утверждавших Что они путешествовали во времени пионерских лагерях Да, я уже и так свыкся с мыслью, что совёнок был всего лишь сном Но мне было интересно, что его спровоцировало И можно ли как-то воспроизвести этот эффект День шёл за днём Мне пришлось возвращаться к своей прежней жизни Искать работу, проводить унылые и одинокие вечера В компании светящегося в темноте монитора Жизнь на фоне столь яркого мира, явившегося мне во сне Казалось серой Я надеялся, что пионер лагерь приснится мне когда-нибудь ещё Но шансы на это были чрезвычайно малы Я скучал по совёнку и больше всего по Виоле Обидно было за то, что в конце моего сновидения Случилось с бумажкой с её контактными данными Хотя, если она была всего лишь фантазией То информация всё равно была бы мне бесполезна Ради интереса я однажды попробовал искать информацию о тех С кем мне довелось встретиться в лагере Во мне ещё горел маленький огонёк надежды Что случившаяся правда и моё попадание в реальный мир Это именно то, что должно было произойти Хотя сейчас я бы с радостью поменялся местом с пионером или пиануром И проживал бы цикл за циклом там Откуда они так стремились сбежать Естественно, мои поиски не дали никаких результатов Ведь все персонажи, которых я помнил Были лишь проекциями из сна Надо сказать, за последние несколько недель Я ещё больше замкнулся в себе Заметившие это мама и отчим Советовали мне обратиться к психологу Но тот вряд ли бы смог реально мне помочь Скорее бы просто вытягивал деньги Которые я, в свою очередь, как безработный занимал у семьи Как-то раз я совсем приуныл И решил скоротать вечер за просмотром взрослых видео Чтобы немного снять напряжение Занимался я этим постыдным делом нечасто И особых предпочтений в подобном контенте не имел Но листая превью видеозаписи И выбирая из них заслуживающие моего внимания Я наткнулся на нечто, что заставило меня подпрыгнуть на кресле С превью на меня смотрело до боли знакомое лицо Да блядский ты рот Это была Виола Недолго думая, я запустил видеозапись Уже не из соображений удовлетворения своих физических нужд А из-за главной актрисы Видео начиналось с того, что женщина в медицинском халатике Сортирует препараты и раскладывает их по шкафчикам Мое сердце сжалось от того, насколько это было похоже на то, что я наблюдал вживую в медпункте пионерлагеря Виола была увлечена делом и просто мастерски играла свою роль Но не забывала поворачиваться к камере и так, и эдак Чтобы зритель мог сполна насладиться ее фигурой и упругими формами И с наобхваченными халатом По сюжету дальше девушке стало жарко И она открыла окно, но это не помогло Тогда она начала стаскивать себе одежду Демонстрируя на камеру свое роскошное тело Выглядываясь в экран, я понял, что узнаю положение родинок на ее коже В тот момент, когда девушка начала себя ласкать, дверь кабинета открылась И какой-то лысый качок в облачении доктора Театрально застыл на пороге, а потом рванул к Виоле, попутно раздеваясь Видео было на немецком, но голос моей Виолы я узнал И слушая ее стоны, я понимал лишь одно Виола действительно существует в этом мире, но она далеко и никогда не будет моей Получена концовка возвращения к истокам Вот это концовка, да Ну что ж, тогда будем сегодня на этом заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока Вернись ко мне, моя мечта Из уголков, из той вселенной Верни мне жизнь и согревай Освободи меня из плена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok